Настоящий праздник музыки, грации и ярких костюмов. Всеукраинская федерация черлидинга и черспорта доказывает, что черлидинга это вид спорта не только для девушек, а также для парней, но еще и для родителей. Ведь сразу несколько команд с разных уголков Украины приехали в Одессу, чтобы показать детям, насколько нужно любить этот вид спорта. Сложные, но интересные элементы показывают и мамы, и папы черлидеров. Команды в категории мастерс появились в Одессе и Днепре. Такие выступления стали изюминкой Кубка Украины. Идея возникла как бы спонтанно. Мы увидели, что дети стремятся к чему-то, и мы решили им показать, что мы тоже можем, что мы хотим, чтобы они нас, может быть, даже научили чему-то. Ну и так собралась команда, был OpenCube, это летний кубок летних игр, там наш кубок был, мы забрали. В Одессе было, в Одесской области мы забрали первое место. То есть мы с детьми уже вот около года вместе, вместе стараемся, они нас учат, мы у них учимся. Мы, во-первых, хотели быть примером для своих детей, нас дети вдохновляли, и мы хотели показать, что мы тоже что-то можем. Но Идея родилась в Одессе, в прошлом году, в октябре месяце. Мы были в Одессе, на берегу моря мы сидели, отдыхали после, вот, и решили, что почему нет, подошла тренер наша, Алла Викторовна, вот, и сказала, почему нет. Мы поговорили, собрались и пришли все на первую тренировку. Всего за кубок боролись более 800 черлидеров из Киева, Днепра, Харькова, Запорожья, Кривого Рога, Донецкой, Днепропетровской областей, а также из Одессы и региона. Выступали и дети, и неоры, и студенты, и взрослые. Все участники показали высокий уровень подготовки и мастерства. Каждой номинацией была серьезная конкуренция. Соревнования очень крутые, очень, ну, мне очень понравились сами соревнования. Все соперники очень сильные, но никогда не нужно сдавать планку, всегда нужно стремиться быть лучше соперника. В нашей федерации уже два года, второй год, это второй кубок Украины, который мы проводим. По сравнению с прошлым годом количество участников очень выросло, и у нас, в принципе, почти каждый месяц появляются новые команды, новые филиалы в разных городах. И спортсмены готовятся, и подготавливаются к главному событию года. Главное событие у нас, это, конечно же, кубок Украины, который проходит и сегодня. В рамках кубка Украины по черлидингу и черспорту проходит также всеукраинская студенческая лига, ее финальная часть, до этого проходили отборы по областям. И проходит кубок групп поддержки команд по американскому футболу. Приятно, что помимо очаровательных девушек, все больше выходят на паркеты парни. У них чаще всего ответственная миссия – проявить силу при поддержке сложных постановок и фигур. Честно, случайно, когда попало, пригласили девчонки, когда попробуем потанцевать, ну, я не думаю, давай, ну, ладно, соглашусь, попробуем, что надо так, как. В результате, ну, раз-да-раз-да неплохо получается поднимать и так далее. Как бы, есть, скажем так, возможность проявить свои силы, ну, почему бы и нет. С парнями, как бы, больше возможностей добиваешь в этом спорте вида. Да. Дополнительные, может, элементы, станты делать, да? Да. Мы команда «Чирогаса», студенческая команда, нас 25 человек. И, получается, мы готовились к номинации «Чирмикс». Это там, где участвуют и мальчики, и девочки во взрослой категории, там, где есть и станты, и акробатика, и прыжки, и танцы, в общем, все вместе. По итогам соревнований в командном зачете первое место досталось Днепровскому «Триумфу». У них 14 золотых медалей. На одно золото меньше у Одесской высшей школы черлидинга. Бронза среди команд досталась Покровску Донецкой области. Дмитрий Богомолов, Феликс Виноградов, телеканал «Репортер».